приветствую всех на канале разносторонние интересы сегодня у нас будет плановая замена топливного фильтра прошел он уже у нас 30000 километров топливный фильтр мы будем менять на авто Рено Кенгу 2011 год 1.5 литра двигатель DCI дизель фильтр здесь меняется быстро без всяких заморочек ну это если уже менял будем менять вот ключ у меня с одной стороны вот на 10 с этой стороны на 8 ключ это трубки крутить тормозные ну здесь не принципиально короче раньше меня не мог снять с подогрева провода разъем топ вытаскивал получается с фильтра вместе с проводами датчик здесь датчик говорю подогрев фильтра стоит приходилось вытягивать здесь вот крепление что провода держит что более свободное было потом все таки осмеливши решил силой снять этот разъем оказывается здесь вот надо нажимать сильно сильно до щелчка рычажок такая вот собачка получается здесь на конце вот слышно щелкая и он снимается так без проблем ну так как я когда машину купил не знал что он так легко снимается но можете немного прикаравило там что окислилась не хотел тянуть силой так что стаскивал я постоянно этот подогрев вместе с проводами приходилось его ложить сторонку держать чтобы не это пыль грязь не обмазать здесь пыль кругом ну сейчас приловчились здесь у нас вот вход на входе написано in и выход out что будем делать дальше откручивая наверно воздух спускать эту пимпочку и дальше снимаем так снимаем дальше 2 трубки взял я туалетную бумагу сейчас ее положу вокруг то что полюбасу где солярка протекается солярка ну вот здесь это не критично наоборот смазка хорошо так снимаем патрубки вот подсекла солярка думал сильнее подсечено немного так сторонку его отодвинуть ладно снимаем в дорогах 2 так не получится короче что мы сделаем сразу вот я ставлю фильтр новый фильтр у нас новый флюкс вроде бы итальянский он какой-то французский хорош вынимем пробка здесь такая стоит отверстие закрывая куда подогрев ставится вот подогрев фильтра выворачивается против часовой стрелки вывернули и потихоньку вверх выкручиваем вот наш подогрев фильтра бляхать и сейчас соляросы дизельное топливо это он волосинка на нем сейчас я сниму где-то в топливе было так ставим получается ставим этот подогрев сейчас я достану фильтр заверну его еще подогрев наш завернутый на месте стоит вот такие две лапки поджимаете надо аккуратненько вставлять туда-сюда проворачивать чтоб не это не сломать здесь вот солярку пролитую вымакиваем бумагой после снятия датчика 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 подогрева фильтра можно снять второй патрубок так паранее пальцы позавчера ленточный пилой само таком вот месте что прожимать надо так неудобно так что двумя руками будем вытаскиваем грушу подкачки скрепление так все груша подкачки надо чтоб была оказывается освобождена там такие два крепления не видно два крепления он под низом она их зажимается это дело мы все отключили поснимали вернее откручиваем сам фильтр на этом можно отказать уже замену как уже закончено старые фильтра я не выбрасываю сливаю с них просто топливо чтоб не пролить случайно когда будут лежать и потом хочу я сделать со старых фильтров как бы штуки три поставить топливо фильтровать так закручиваем так закручиваем назад воздуха спускает но одной рукой еще делать неудобно будем ставить камеру нахуй и двумя доставая вот достали фильтр старый поставлю его в сторонку аккуратно великим стоплива на резину так все старые фильтры поставим чтобы он нам не мешал этот старый фильтр будем закреплять новый вот стоплив ну ставится выход красный вход запихиваем на место снимаем этот колпачок на заглушку бросаю коробку и вот ставится до щелчка все выход поставили теперь ставим вход до щелчка ну и назад укрепление насос ручной подкачки все если все это делать делать двумя руками и много не говорить занимает все буквально пять минут немного подниму чтоб верхняя часть не упиралась в крепление фильтра здесь все у нас свободно нормально стоит ставим назад датчик подогрева фильтра все фильтр наш установлен не забываем обратно его поджать то что дороги везде с ямами если его не поджать он будет болтаться в этом креплении думаю со временем можно просто пробить вот эту вот верхнюю кромку верхнем верхней частью крепления зажимаем особо не усердствуем примерно так килограмма на два по усилию килограмма на два где-то зажимаем может чуть более получаться фильтр нас зажат стоит все на месте и следующий этап у нас снизу вроде все там было поджато следующий этап откручиваем вот эту вот трубку для спуска воздуха вернее не откручиваем сначала накачаем грушей ручной подкачки так как у нас фильтр пустой качать приходится нормально в насосе шарик видать стоит клапаном обратно служит качать накачали открутили чтоб сошел воздух вот слышно опять накачали опять спустили воздух вот по трубке видно воздух выскакивает там двигатель заведется прогонящую систему фильтр приличный где-то пол литра будет так что пол литра закачать пошла соляра видно здесь у нас бумага лежит в туалетном сразу протираем муки работаем без перчаток то что в перчатках неудобно вот вот пошла у нас соляра фонтанчиком соляра соляра так все это дело протираем сейчас все дело протираем чтобы потом пыль не липла и на этом наша замена топливного фильтра уже закончена все до следующей замены 30 тысяч километров на этого производителя это не реклама что я скажу профлюкс фильтра нормальные лучше их покупать чем аналоги там или похожие они хотя и дешевле по надежности думаю не очень покупал я на масло фильтр ман типа немецкого и там фильтрующий элемент идет прямо просто пластины бумаги надами а здесь зигзагообразными и плотно с битыми стоят то фильтрация думаю получше будет чем тех фильтров это дно и еще вам вот скажу по топливопроводу в этой модели у нас стоят трубки везде видно вот воздух остался воздух это уже на насос идет с фильтра на насос воздух ну когда заведу погоняю немного опять надо будет прокачать ручным насосом и спустить воздух с системы и к чему я шел смотрите вот трубопроводы где от фильтра идут сюда по двигателю и вот здесь на топливном насосе соприкасается он ну с разными механизмами можно сказать соприкасается и несмотря на то что на нем защита стоит такая вот оплетка она все равно протирает я вот надел с кабеля с медного кусок резины потому что уже защита это протерлась и видно там дырка начала уже саму трубку протирать а так с резинкой уже не будет так что когда меняете фильтр там или просто под капот через заглядывайте раз заглядывайте смотрите не ленитесь просмотреть трубки на трубу топливо получается также охлаждение где есть касание каких-либо там частей. Желательно везде поддевать дополнительно с резины такие вот типа кембриков разрезаны. Ну и всё. Фильтр мы поменяли. Следующая замена через 30 тысяч. Менял я на 212 тысячах пробега. Автомобиля. И следующее уже будет от 222 203, 242 тысячи корюшки. Дай бог что машина до этого пробега без проблем проездила. И мы только меняли фильтра. Ремешок я поменял буквально 5000 назад пробега. Может 10 даже уже. ремень и ролик ГРМа. Помпу не трогал. Вот пришло время поменять фильтр. На подходе уже масло. уже 8000 проехало. Масло я заливал. Сюда Эльф рекомендует лить, но я заливал немецкое. Называется кажется Кутенфеллер. Как-то так. Мне сказали типа вот в Германии не везут. Это нигде не бодяжись про мои поставки. У нас в Беларуси здесь Германия близко. Будем верить на слово. вот масло Эльф особо уже не хвалит то, что с России поставки идут. Там непонятно, что. на этом будем заканчивать. Кому было полезное видео ставьте лайки. Пишите комментарии. Можете почем так спросить что хотите подскажу что сам делал что не делал то не подскажу. Также поменяю месяца два назад даже месяц назад аккумулятор. поставил польский зап или цап он называется короче кальция свинцовый он кажется кальциевым технология так что к зиме мы готовы фильтр топлива заменены аккумулятор новый ну потом уже по пробегу хотя это не так уже и мало времени осталось прокатиться туда-сюда пару раз нормально да и масло менять надо и вот по пробегу будем еще масло менять это я думаю нас уже застанет мороза сегодня снежок пытался уже капус падать вернее снежок но так как у нас юг беларуси здесь то он не падает снег на лету успевая растать и упасть водой не говора севера беларуси там температура градусов на 5 ниже а то и на 10 иногда вот наша бумага солярой пропитана дистопливом это все бросим костер костры сейчас пальм от отходы хотела взять сразу ветош трапочку чистую потом думаю на что возиться с трапочками если бумага она чистая без песка и если запачкалась соляркой там или мазутой маслом то можно просто выбросить и отвертеть сразу же новую и будет постоянно чистая ну а ветошью немного упала где-нибудь уже в песке будет а в песке как не знаете машине топливная она не надо чтоб песок не все буду я заканчивать всем удачи чтоб ремонтов поменьше было и только плановые замены всем удачи до свидания удачи